Делали прорезиновые площадочки у каждой веранды. Вот они 5 на 10, 50 квадратов. Сделали вот новые песочницы и столики, обновили кустарники. Заведующая детским садом Василек Вера Жиренкова рассказывает о том, что смогли сделать на 11 миллионов рублей, выделенные Советом депутатов поселения. И мы стараемся наше поселение сделать, чтобы оно было комфортно для проживания, в первую очередь, наших маленьких жителей. Председатель местного совета депутатов, он же глава поселения Молоковская Виктор Огоньков, старается напрямую общаться с руководителями детских садов, узнавая об их нуждах, как говорится, из первых уст. Сегодня просьб не было, но показали то, чем гордятся. Поверх тех висят штори оформления осени. Видите, вот это праздник. У нас был покров. В отличие от Василька, построенного еще в 1983 году, его молодому коллеге детскому саду Гномик всего три года. Тем не менее, он тоже нуждался в обновлении и получил помощь от депутатского корпуса. Мы гуляем на хороших площадках, с хорошим резиновым покрытием. У нас появилась также зона, куда мы можем ставить велосипеды, самокаты, коляски. Молоковская больница – еще одно место, где всегда рады таким гостям, а также всем, кто оказывает поддержку учреждению, в том числе предпринимателям. Одна из крупных местных компаний регулярно помогает больнице. Когда у нас не было финансов на приобретение гардероба, мне обратился к Виктору Алексеевичу. Он помог нам найти спонсора. Мы очень признательны, благодарны этой компании, потому что практически, когда бы ни обращались, какая бы ситуация ни была, всегда нам они никогда не отказывали. Теперь больница обзавелась новыми вешалками. Осталось их только собрать, и в лечебном учреждении появится гардеробная. К слову, в собранном виде такие же вешалки можно увидеть в местной школе. Тоже подарок спонсоров. Школа – еще одно учреждение, за жизнью которого следит глава поселения, когда-то сам ее окончивший. Немножко, конечно, тесновато. Ну, надеем, сейчас в этом году пригород-лесную школу построить сдадут, как они говорят, в декабре месяце. Немножко у нас эта школа разгрузит, там на 1100 мест. Виктор Огоньков считает, такое взаимодействие власти с деловым сообществом и местными жителями дает положительный результат. Прислушиваться к просьбам людей – вот главное. Тогда и жизнь на селе станет качественнее. И показывает еще один результат работы – новое дорожное покрытие с тротуаром и освещением, ведущей в деревню Богданиха. Сделано по просьбам жителей. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Поэтому у меня принцип такой, что вот надо все пройти, посмотреть самому. А еще Виктор Алексеевич твердо уверен – жить в селе должно быть не хуже, чем в городе. А уж Молоково с каждым годом все сложнее назвать сельской местностью. Татьяна Брылова, Виктория Филатова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.